Много званых, да мало избранных. Господь зовет всех, да вот не все слышат. Господь зовет всех, да не все хотят. Господь зовет всех, но есть люди, которые даже противятся этому зову, любящего Бога Отца. Нужно, дорогие братья и сестры, обратить внимание на слово Господа, с чего он начинает. Был приготовлен званный ужин. Обратите внимание, не завтрак и даже не обед, а это конец трудового дня, когда все собираются вместе, когда уже наконец-то можно передохнуть перед наступающим днем. Святые отцы толкуют это место, как конец истории человеческого рода. Ужин – это уже конец истории человеческого рода, и Христос зовет всех нас на этот брачный пир, на эту удивительную трапезу, на божественную литургию. Святые отцы понимают под божественной трапезой, под ужином званым – это божественная Евхаристия. У священномученика Серафима Звездинского есть удивительное сравнение. Сколько есть на небе звезд. Они все играют, переливаются, но ярче всех из них сияет солнце. Сколько есть вокруг нас прекрасных цветов, ромашек, георгин, всевозможных нарциссов, тюльпанов, но всех них прекрасней роза. Сколько вокруг нас есть источников, ручейков, рек, но все они стекаются в безбрежный океан. Сколько вокруг драгоценных камней, яхонтов, изумрудов, всевозможных драгоценностей, но драгоценней и всех них – это бриллиант. И вот как вокруг нас, как солнце, сияет божественная литургия, благоухает и призывает своей красотой и благолепием божественная литургия. Как бриллиант, который не имеет цены на земле, являет собою слава и сияние божественной литургии. И сегодня мы должны задать себе вопрос, кто первый совершил эту трапезу? Откуда пошла традиция служить божественную литургию? Кто совершил ее первым? И ответ нам дает божественное Евангелие. Первую литургию совершил сам Господь наш Иисус Христос, который собрал учеников своих перед своими крестными страданиями и, взяв хлеб в свои руки, помолившись Богу Отцу и благословив, сказал ученикам своим – «Ешьте это тело мое, которое за вас предается во оставление грехов и в жизнь вечную». Потом взял чашу с вином, благословил ее и сказал – «Пейте из нее все, это кровь моя нового завета, которая за вас проливается во оставление грехов. Творите сие в мое воспоминание, и я буду в вас и вы во мне». И с тех пор Святая Церковь сохраняет от этой первой, Сионской Горницы, Божественную Евхаристию, Божественную Литургию, которую совершает ежедневно. С тех пор, дорогие братья и сестры, какие бы ни были гонения, какие бы ни были испытания, ни одного в истории дня не было, чтобы не совершалась Божественная Литургия по свидетельству Святых Отцов. Она будет продолжаться и до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Неслучайно есть несколько названий у этого удивительного таинства. Называют ее «обедней». И действительно, мы приходим не просто сегодня покушать на обед, но готовимся к трапезе, читаем молитвы, собираемся все вместе, для того, чтобы прославить Господа и от единой чаши причаститься к телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. Неслучайно Божественная Литургия еще называется трапезой, потому что за трапезой собираются все самые дорогие. А это человеческая трапеза, за которой, если ты оказался, ты уже являешься членом семьи. Вот так и каждый из нас призван участвовать в этой трапезе самим Господом и Иисусом Христом. Значит, Господь считает каждого из нас членом своей семьи, семьи христианской. И если мы не ленимся, мы приходим для того, чтобы не только постоять, но и поучаствовать в этом пире, в этом ужине, то есть в этом святом причащении, то мы действительно разделяем хлеб, который приносит Христос нам с небес. Он сам сказал «Я хлеб, сходящий с небес, и ядущий хлеб сей, жить будет вовек». И тот, кто причащается святых Христовых тайн, он должен помнить, что человек, причастившийся в день, если и умрет, по словам Анатолия Оптинского, то ангелы его душу возносят на небо. И он беспрепятственно проходит все мытарства. Как важно нам это запомнить и почаще причащаться. И поэтому, кроме названия трапезы, литургия имеет еще название Евхаристия. С греческой Евхаристо – это спасибо, благодарение. Это наша с вами благодарность за то, что Христос не только нас позвал, но и разделяет с нами божественный хлеб своего тела и божественной крови. Дорогие братья и сестры, хотелось бы напомнить вам, что все святые, все подвижники благочестия обязательно жили в божественной литургии. И вся жизнь христианская выстраивалась именно вокруг Святой Евхаристии. Что такое храм? Это стены вокруг литургии. Отними от храма литургию и останутся одни стены. Это будет музей. Люди будут ходить, там будет звучать музыка, там будут стоять лавочки, там можно будет посидеть, пройти с экскурсией. Но это не будет Божия трапеза, это не будет Божий храм. Там храм Божий, где Христос приносит себя в жертву и приобщает верных своих за званым ужином, за званой трапезой. Серафим Саровский, удивительный, святой, всеми любимый на Руси, когда совершал божественную литургию, когда он возглашал «Господи, спаси благочестивое», он вдруг, орарем, возвращаясь во взор храма стоящих людей, увидел на небесах грядущего Иисуса Христа. И он потерял дар речи. Он онемел, он просветился, он отошел в сторону, его под руки отвели, но он находился в этом созерцании. Во время литургии Христос присутствует среди верующих. Он не просто зовет нас на ужин, на котором сам не присутствует. Он присутствует на этой трапезе сам. И вот святой Серафим Саровский видел его, как он подходил, и потерял дар речи, возможность даже видеть, созерцать. Он отошел, его поддерживали за руки, это продолжалось около трех часов. Но потом он рассказал, что Христос приближался к святому алтарю и вошел в образ свой, находящийся справа от царских врат. И это видение засвидетельствовано в его жизнеописании. Преподобный Сергий Игумен Радонежский, «Всея Россия чудотворец», 600-летие со дня рождения которого мы будем праздновать с вами в следующем году, устостоился великого видения. С ним сослужил за божественной литургией его ученик по имени Симеон. И вдруг он видит, как стоит преподобный, и когда совершается божественная литургия, он вдруг увидел огонь, сошедший с неба, и в этом огне стоящего преподобного. Потом он увидел, как огонь обвил престол, потом собрался и перед причастием вошел в чашу Христову. И когда Сергий причащался, он пришел в изумление, он причащался огня. Из этой огненной чаши причастившись, Сергий Радонежский причастил своего ученика со страхом, а потом подошел к нему и, увидев его изумление на лице, спросил, «Чада, что смутило тебя? Отче, сегодня мне Господь открыл то, что находится в чашах. Это же огонь! И я видел его! Я видел, как ты причащался огня! И как ты огнем меня причастил!» И Сергий Радонежский ему говорит, «Никому об этом не говори, пока я живой». Смотрите, как эту тайну никому не рассказывай. Это тайна не для всех. Это тайна не для тех, которые далеки от церкви, от Бога, от веры, от этой трапезы. Это не для тех, которые не хотят участвовать в этом званом ужине. Это для тех, которые сегодня причастились и скажут, я и в следующую неделю хочу. Я хочу причащаться чаще, это будет правильно, дорогие братья и сестры. Вот этого святые отцы говорили, искать нужно. Мы должны искать небесного прежде всего. А где оно? В церкви. Не случайно церковь называет небом на земле, где мы не просто стоим или участвуем, поем, молимся, мы причащаемся небесного хлеба, сошедшего с небес, который сказал, едите хлеб мой, тело мое, которое за вас предается, во оставление ваших же грехов и в вашу же вечную жизнь. Почему сегодня так мало людей участвует в Божественной Евхаристии? Почему? Потому что не слышат и слышат, не хотят зов Христов. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Много, много зовет Христос любви и к себе, но мало кто слышит. А потому и снова убеждаемся мы в истине слова Христа. Много званых, да мало избранных. Аминь. Спасибо.